Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» относится к литературному направлению реализм, хотя в первых главах еще заметно влияние на автора традиций романтизма. В произведении есть две сюжетные линии – центральная, трагичная история любви Евгения Онегина и Татьяны Лариной. А также второстепенная дружба Онегина и Ленского. Читать онлайн краткое содержание «Евгения Онегина» по главам можно прямо на нашем сайте, либо скачав пересказ на любой удобный вам электронный носитель. Главные герои Евгений Онегин – видный молодой человек, 26 лет. Выходец из дворянской семьи, получивший – французское, домашнее воспитание, светский франт, знающий толк в моде, очень красноречивый и умеющий подать себя в обществе, склонный к философским размышлениям. Татьяна Ларина – старшая дочь Ларинах, тихая, спокойная, серьезная девушка 17 лет. Любившая читать книги и много времени проводить в одиночестве. Владимир Ленский – молодой помещик, которому было, без малого, 18 лет, поэт, мечтательная личность. В начале романа Владимир возвращается в родную деревню из Германии, где учился. Ольга Ларина – младшая дочь Лариных. Возлюбленная и невеста Владимира Ленского, всегда веселая и милая, она являлась полной противоположностью своей старшей сестры. Роман в стихах «Евгений Онегин» начинается с краткого авторского обращения к читателю, в котором Пушкин дает характеристику своего произведения. Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав. Глава первая В первой главе автор знакомит читателя с героем романа о Евгении Монегином, наследником богатой семьи, который спешит к своему умирающему дяде. Юноша родился на берегах Невы, его отец жил долгами, часто устраивал былы, из-за чего в итоге полностью лишился состояния. Когда Онегин достаточно повзрослел, чтобы выйти в свет, высшее общество хорошо приняло юношу, так как он прекрасно владел французским языком. Легко танцевал мазурку и умел непринужденно рассуждать на любые темы. Однако не науки и не блеск в обществе более всего интересовали Евгения, истинным гением он был, науке страсти нежной, Онегин мог вскружить голову любой даме. Оставаясь при этом в дружественных отношениях с ее мужем и поклонниками. Евгений жил праздной жизнью, гуляя днем по бульвару, а вечером посещая роскошные салоны, куда его приглашали известные люди Петербурга. Автор подчеркивает, что Онегин, боясь ревнивых осуждений, очень следил за своей внешностью, поэтому мог по три часа находиться перед зеркалом, доводя свой образ до совершенства. С балов Евгений возвращался уже утром, когда остальные жители Петербурга спешат на службу. К полудню юноша просыпался и снова. До утра жизнь его готова. Однообразно и пестра. Однако счастлив ли Онегин? Нет, рано чувства в нем остыли, ему наскучил светошум. Постепенно героем овладела русская хандра, и он, словно Чальд Гарольд, появлялся угрюмый и томный в свете, ничто не трогало его, не замечал он ничего. Евгений замыкается от общества, запирается дома и пытается писать сам, но у юношей ничего не получается, так как труд упорный ему был тошен. После этого герой начинает много читать, но понимает, что и литература не спасет его, как женщин, он оставил книги. Евгений из общительного. Светского человека становится замкнутым юношей, склонным к язвительному спору и шутке с желчью пополам. Онегин с рассказчиком, по словам автора, именно в это время они познакомились с главным героем, собирались уехать из Петербурга за границу, но их планы изменила смерть отца Евгения. Юноше пришлось отдать все наследство на уплату отцовских долгов, поэтому герой остался в Петербурге. Вскоре Онегину пришло известие, что его дядя при смерти и хочет попрощаться с племянником. Когда герой приехал, дядя уже умер. Как оказалось, покойный завещал Евгению огромное имение, земли, леса, заводы. Глава вторая. Евгений жил в живописной деревне, его дом находился у реки, окруженный садом. Желая как-то себя развлечь, Онегин решил ввести в своих владениях новые порядки, заменил барщину, оброком легким. Из-за этого соседи начали относиться к герою с опаской, считая, что он опаснейший чудак. При этом и сам Евгений сторонился соседей, всячески избегая знакомства с ними. В это же время в одну из ближайших деревень из Германии вернулся молодой помещик Владимир Ленский. Владимир был натурой романтичной. С душою прямо Геттингенской, красавец. В полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Ленский писал стихи о любви, был мечтателем и надеялся раскрыть загадку цели жизни. В деревне Ленского, по обычаю, приняли за выгодного жениха. Однако среди сельских жителей особое внимание Ленского привлекла фигура Онегина. И Владимир с Евгением постепенно сдружились. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Владимир читал Евгению свои произведения, рассуждал о философских вещах. Онегин с улыбкой слушал пылки и речи Ленского, но воздерживался от того, чтобы облагоразумить друга, понимая. Что это за него сделает сама жизнь? Постепенно Евгений замечает, что Владимир влюблен. Возлюбленной Ленского оказалась Ольга Ларина, с которой юноша был знаком еще в детстве, и родители пророчили им свадьбу в будущем. Автор дает характеристику семье Лариных. Ольга, младшая дочь, была Всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела, как жизнь поэта, простодушна, как поцелуй любви, мила. Полной противоположностью Ольги была ее старшая сестра, Татьяна. Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива. Девушка не находила веселыми привычные девичьи забавы, любила читать романы Ричардсона и Руссо, и часто целый день одна. Сидела молча у окна. Мать Татьяны и Ольги в молодости была влюблена в другого, в сержанта гвардии, франта и игрока, однако, не спросив дочь. Родители ее выдали замуж за Ларина. Женщина сначала грустила, а после занялась хозяйством, привыкла и довольна стала, и постепенно в их семье воцарилось спокойствие. Прожив спокойную жизнь, Ларин постарел и умер. Глава третья Ленский начинает все вечера проводить у Лариных. Евгений удивляется, что нашел друг в обществе, простой, русской семьи, где все разговоры сводятся к обсуждению хозяйства. Ленский объясняет, что ему более приятно домашнее общество, чем светский круг. Онегин спрашивает, может ли он увидеть возлюбленную Ленского. И друг зовет его поехать к Лариным. Возвращаясь от Лариных, Онегин говорит Владимиру, что ему было приятно познакомиться с ними, но его внимание больше привлекла не Ольга, у которой, в чертах жизни нет, а ее сестра Татьяна, которая грустна и молчалива, как Светлана. Появление Онегина у Лариных стало причиной сплетен, что, возможно, Татьяна и Евгений уже помолвлены. Татьяна понимает, что полюбила Онегина. Девушка начинает видеть в героях романов Евгения, мечтать о нем, гуляя, в тишине лесов, с книгами о любви. Как-то бессонной ночью Татьяна, сидя в саду. Просит няню рассказать о ее молодости, о том, была ли женщина влюблена. Няня рассказывает, что ее выдали замуж по договоренности в 13 лет за парня моложе ее, поэтому старушка не знает, что такое любовь. Всматриваясь в луну. Татьяна решает написать Онегину письмо с признанием в любви на французском языке, так как в то время было принято писать письма исключительно на французском. В послании девушка пишет о том, что молчала бы о своих чувствах, если бы была уверена, что сможет хоть иногда видеться с Евгением. Татьяна рассуждает, что если бы Онегин не поселился в их деревне, возможно, ее судьба сложилась бы по-другому. Но тут же отрицает эту возможность. То воля неба, я твоя, вся жизнь моя была залогом. Свидание верного с тобой. Татьяна пишет, что именно Онегин являлся ей во снах, и именно о нем она мечтала. В конце письма девушка вручает Онегину свою судьбу. Я жду тебя, единым взором. Надежды сердца оживи, Ильсон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Утром Татьяна просит няню. Чтобы ее внук передал Евгению письмо. Два дня от Онегина не было ответа. Ленский уверяет, что Евгений обещал посетить Лариных. Наконец Онегин приезжает. Татьяна в испуге убегает в сад. Немного успокоившись, выходит в аллею. Видит прямо перед собой стоящего, подобно грозной тени, Евгения. Глава четвертая. Евгений, который еще в годы молодости был разочарован отношениями с женщинами, был тронут письмом Татьяны, и именно поэтому не хотел обмануть доверчивую, невинную девушку. Встретившись в саду с Татьяной, Евгений заговорил первым. Молодой человек сказал, что его очень тронула ее искренность, поэтому он хочет отплатить девушке своей исповедью. Онегин говорит Татьяне, что если бы ему приятный жребий повелел стать отцом и супругом, то он бы не искал другой невесты. Избрав Татьяну, в подруге дней меньше, чем, больше, чем печальных. Однако Евгений не создан для блаженства. Онегин говорит, что любит Татьяну, как брат, но в конце его, исповедь, переходит в проповедь девушке. Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Рассуждая о поступке Онегина, автор с иронией пишет, что Евгений поступил с девушкой очень благородно. После свидания в саду Татьяна стала еще печальней, переживая из-за несчастной любви. Среди соседей идут разговоры, что девушке уже пора замуж. В это время отношения Ленского и Ольги развиваются, молодые люди все больше времени проводят вместе. Онегин же жил отшельником, гуляя и читая. В один из зимних вечеров к нему приезжает Ленский. Евгений расспрашивает друга о Татьяне и Ольге. Владимир рассказывает, Что через две недели назначена их свадьба с Ольгой, чему Ленский очень рад. Кроме того, Владимир вспоминает, что Ларины пригласили Онегина в гости на именины Татьяны. Глава пятая Татьяна очень любила русскую зиму, в том числе крещенские вечера, когда девушки гадали. Она верила во сны. Приметы и гадания В один из крещенских вечеров Татьяна легла спать, положив под подушку девичьи зеркальцы. Девушке снилось, что идет она по снегу во мгле, а перед ней шумит река, через которую переброшен, дрожащий, гибельный мосток. Татьяна не знает, как его перейти. Но тут с обратной стороны ручья появляется медведь и помогает ей перейти. Девушка пытается убежать от медведя, но косматый лакей следовал за ней. Татьяна не в силах больше бежать, падает в снег. Медведь подхватывает ее и вносит в появившийся между деревьев убогий шалаш, сказав девушке. Что здесь его кум? Опомнившись, Татьяна увидела, что находится в сенях, а за дверью слышится крик и звон стакана, как на больших похоронах. Девушка заглянула в щелку, там за столом сидели чудовища, среди которых она увидела Онегина, хозяина застолья. От любопытства девушка приотворяет дверь, все чудовища начинают тянуться к ней, но Евгений их отгоняет. Чудища исчезают, Онегин и Татьяна садятся на скамейку, Онегин кладет голову девушке на плечо. Тут появляются Ольга и Ленский, Евгений начинает ругать незваных гостей. Вдруг выхватывает длинный нож и убивает Владимира. В ужасе Татьяна просыпается и пытается растолковать сон по книге Мартына Задеки, гадателя, толкователя снов. Именины Татьяны В доме полно гостей, все хохочут, теснятся, здороваются. Приезжают Ленский с Онегиным. Евгения сажают напротив Татьяны. Девушка смущена, боится поднять глаза на Онегина, она уже готова расплакаться. Евгений, заметив волнение Татьяны, рассердился и решил отомстить Ленскому, который привел его на именины. Когда начались танцы, Онегин приглашает исключительно Ольгу. Не покидай девушку даже в перерывах между танцами. Ленский, видя это, вспыхивает в негодовании ревнивом. Даже когда Владимир хочет пригласить невесту на танец, оказывается, что она уже обещала Онегину. Не в силах Ленской снести удара, Владимир покидает праздник, думая о том, что решить сложившуюся ситуацию сможет только дуэль. Глава шестая Заметив, что Владимир уехал, Онегин потерял всякий интерес к Ольге и по окончании вечера вернулся домой. Утром к Онегину приезжает Зарецкий и передает ему записку от Ленского с вызовом на дуэль. Евгений соглашается на дуэль. Но, оставшись один, винит себя, что зря пошутил над любовью друга. По условиям дуэли герои должны были встретиться у мельницы до рассвета. Перед дуэлью Ленский заехал к Ольге, думая ее смутить, но девушка радостно его встретила, чем развеяла ревность и досаду любимого. Весь вечер Ленский был рассеянным. Приехав от Ольги домой, Владимир осмотрел пистолеты и, думая об Ольге, пишет стихи, в которых просит девушку в случае его гибели прийти к нему на могилу. Утром Евгений проспал, поэтому опоздал на дуэль. Секундантом Владимира был Зарецкий. Секундантом Онегина Монси Йоргилрд. По команде Зарецкого молодые люди сошлись и дуэль началась. Евгений первым поднимает свой пистолет и Ленский начал целиться. Онегин чуть раньше стреляет и убивает Владимира. Ленский моментально умирает. Евгений в ужасе смотрит на тело друга. Авторы рассуждают о жизни Владимира, возможно он, для блага мира или для славы был рожден. Ленскому поставили простой памятник в тени у ручья. Глава седьмая. После дуэли с Ленским Онегин уехал из деревни. Ольга недолго плакала по Ленскому, вскоре влюбилась в Улана и вышла за него замуж. После свадьбы девушка вместе с мужем уехала в полк. Татьяна же все никак не могла забыть Онегина. Однажды, гуляя ночью по полю, девушка случайно вышла к дому Евгения. Девушку дружелюбно встречает дворовая семья, и Татьяну впускают в дом Онегина. Девушка, осматривая комнаты. Долго в келье модной, как очаровано, стоит. Татьяна начинает постоянно бывать в доме Евгения. Девушка читает книги возлюбленного, пытается по заметкам на полях узнать, что за человек Онегин. Постепенно она начинает понимать, что Евгений — чудак печальный и опасный, не ангел, а, скорее, надменный бес. В это время у Лариных начинаются беседы о том, что Татьяну давно пора выдать замуж. Мать беспокоится, что дочь всем отказывает. Лариной советуют отвезти девушку на «ярмарку невест» в Москву. Зимой Ларины, собрав все нужное, уезжают в Москву. Они остановились у старой тетки, княжной Алины. Ларины начинают разъезжать по многочисленным знакомым и родственникам, однако девушке везде скучно и неинтересно. Наконец Татьяну привозят на «собрание», где собралось много невест, франтов, гусаров. Пока все веселятся и танцуют, девушка. Незамечаемо никем, стоит у колонны, вспоминая жизнь в деревне. Тут одна из тетушек обратила внимание Танина, толстого генерала. Глава восьмая Прошло около двух лет. Рассказчик вновь встречается с Онегиным на одном из светских раутов. Евгений Томясь в бездействии досуга. Без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Перед этим Онегин долгое время путешествовал, но и это ему надоело, и вот, он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. На вечере появляется дама с генералом, которая привлекает всеобщее внимание публики. Эта женщина выглядела «тихо» и «просто». В светской даме Евгений узнает Татьяну. Спрашивая у знакомого князя, кто эта женщина, Онегин узнает, что она жена этого князя и, действительно, Татьяна Ларина. Когда князь подводит Онегина к женщине, Татьяна совершенно не выдает своего волнения. Тогда как Евгений потерял дар речи. Онегин не может поверить, что это та самая девочка, которая когда-то писала ему письмо. С утра Евгению приносят приглашение от князя Н. супруга Татьяны. Онегин, встревоженный воспоминаниями, с нетерпением едет в гости, однако величавая. Небрежная законодательница зал словно не замечает его. Не выдержав, Евгений пишет женщине письмо, в котором признается ей в любви, завершая послание строками. «Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе». Однако ответы не приходят. Мужчина отправляет второе, третье письмо. Онегина снова, поймала, жестокая хандра, он вновь заперся в кабинете и начал много читать, постоянно думая и мечтая, тайных преданиях сердечной, темной старины. В один из весенних дней Онегин без приглашения отправляется к Татьяне. Евгений застает ее горько плачущий над его письмом. Мужчина падает к ее ногам. Татьяна просит его встать и напоминает Евгению, как в саду, в аллее она смиренно выслушала его урок, теперь же ее очередь. Она говорит Онегину, что тогда она была в него влюблена, но нашла в его сердце лишь суровость, хотя и не винит его, считая поступок мужчины благородным. Женщина понимает, что сейчас она во многом интереснее Евгению именно потому, что она стала видной светской дамой. На прощание Татьяна говорит. «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна». И уходит. Евгений, как будто громом поражен, словами Татьяны. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался, и здесь героя моего, в минуту, злую для него, читатель. Мы теперь оставим, надолго, навсегда. И что в итоге? Евгений Онегин, получив отказ от Татьяны, испытывает глубокое разочарование, крушение надежд. Татьяна Ларина, отказавшись от романа с Онегиным, до конца дней остается верной своему супругу. Владимир Ленский погибает на дуэли от руки Евгения Онегина. Ольга Ларина, выйдя замуж за бравого гусара, навсегда покидает очий дом и отправляется вслед за мужем в полк. Муж Татьяны Лариной проживает спокойную, счастливую семейную жизнь с Татьяной. Мать с Татьяной Лариной, выдав обеих дочерей замуж, остается доживать свой век в родовом имении. Выводы Роман в стихах Евгений Онегин поражает глубиной мысли, объемностью описанных событий, явлений и характеров. Изображая в произведении нравы и быт холодного, европейского, Петербурга. Патриархальной Москвы и деревней от Центра народной культуры автор показывает читателю русскую жизнь в целом. Продолжение следует...